Дамы и господа, я понимаю то, что я достаточно серьезно затянул с выходом данного видео по определенным ряду причин. Хука Клаб шел 2022, уже отгремело достаточно давно. Я думаю, что когда вы смотрите это, вы смотреть будете, наверное, уже завтра. А завтра у нас уже охренеть 18 число, 10 дней прошло с выставки. В тот момент, когда все блогеры практически выкладывают там, ну пускай они позже, чем через 2 дня после выставки, Ваня, как обычно, фантастически проебался. По причине того, что были определенные обстоятельства, скажем так, финансового характера, морального, были определенные проблемки, в общем-то, вот так. Поэтому я их порешал и вот добрал, собственно говоря, до видео. Эта часть, как и в прошлом году, является предисловием. То есть, как вы понимаете, снимаю я ее уже 17-го. Я нарушил традицию, которую хотел вести с этого года. Я хотел записывать вступление перед выставкой, а послесловие записывать после. Но, так как я, опять же, фантастически проебался, приходится записывать уже с полученными ощущениями. Что могу вам сказать по тому, что я видел на выставке? Во-первых, это была очень большая нервотрепка. И Аси, огромный респект всем организаторам, огромный респект за то, что выставка так или иначе состоялась. Какой бы она ни была. Дальнейший видеоряд самой выставки, которую вы увидите, не отличается прям великолепным качеством, высоким разрешением и так далее. Получилось так, что я с собой в поездку взял только телефон и только экшн-камеру. И так как на экшн-камере нет экрана, снимал я сурки, как мог, где-то трясет, где-то звук не очень. Хуже, чем в прошлом году, реально. Хуже, чем в прошлом году съемка. Выставка на самом деле не такая прекрасная, радужная, которую я ждал. Огромное обилие заселия электропесосов. Это постепенно, я думаю, то, что превратится уже не в Хука-клаб-шоу, а в какой-нибудь там, я не знаю, смог вейп-экспо и так далее. Все равно, в любом случае, респекты за выставку, респекты всем тем стендам, которые приехали, особенно рад за новичков. Там есть пара брендов, которые мне приглянулись, которые я доселе не замечал, либо которые уже достаточно не новые, но при этом очень интересно себя показали. Давайте, посмотрите вы просто видеоряд, посмотрите, как эта выставка выглядела. Ко многим брендам, к сожалению, не получилось подойти, потому что либо это ажиотаж был бешеный, куда ты просто нормально с камерой не протолкнешься. Ладно, когда чувак какой-нибудь идет с оператором и с микрофоном, и его все пропускают, потому что все все прекрасно понимают. А я бегал с экшн-камерой. Берн, простите, пожалуйста, у вас прям вообще разрыв был на стенде. Я даже подойти не смог. Я успел подойти где-то с утра к какому-то одному кальяну, перехватиться новым вкусом и все. То есть дальше меня просто смели. Вот у Берна реально был хороший ажиотаж. Да и как бы побруска тоже посмотрите. Там тоже было весьма весело. В общем, смотрим видеоряд, возвращаемся, общаемся. Собственно говоря, зал G. Заходим и сразу видим вот это вот великолепие. Здесь бар бита. То есть тут можно прокурить весь биток, который есть. И все попробовать, все посмотреть. Здесь чаечек. Чаечек. Смотрите, здесь уже было представлено три новых вкуса. Сейчас мы их найдем. Вот она. Клюковка уже попробовал. Интересненький вкус. Клюковка не сильно яркая. Но типа очень-очень даже неплохо. Сейчас мы найдем остальное. Виноград. Типичная изобелка. Тоже будет неплохо. Рекомендую вам, ребятки, взять. Здесь переговорка B2B. Идем дальше. Тут стенд вейпинга. Мы его тоже сейчас обязательно подснимем. Вот такая тут, ребят, зона вейпинга. Одноразочки, жидкости, подики, картриджи. Все можно посмотреть, попробовать. Если вдруг кому-то интересно. Здесь те самые лимонады, которые представили вчера. Собственно, вот сюда можно подойти, попробовать все. Здесь все вкусы. Вот так. Целых пять штук. Скучно не будет никому. Зона маркета. То есть, все, что вы попробовали, можно будет купить здесь. А также зона нервща. Вот. Теперь пойдем к самому интересному. И вот уже здесь зона табака. Как вы видите, здесь другие кальяны стоят. То есть, это Мамай Кастомс. И, собственно, вот у нас раздаточка по вкусам. Я думаю, то, что вы уже все видели. Пока с этого много смысла нет. Вот. Надо вас проводить еще вот это. Интересное место. Скоро тут показать. Здесь у нас, собственно, B2B лаунж. Это если вам нужно прийти, если надо много купить, много забрать с собой, поговорить с кем-то о том, где можно на 100 тысяч миллионов взять бруско. То все это делается именно здесь. Вот такая вот отдельная закрытая переговорка. И в ней вы можете пообщаться по поводу бизнеса. Ну, собственно говоря, я думаю, то, что постоянно мы еще поснимаем. Вот. Но основную проходку я вам показал. Мы, короче, потеряли уже Константина. Я хрен знает. Деонг. Вот. Потихонечку гуляем по выставке. Сказать то, что типа она огромная масштабная, как в прошлом году, вообще нет. Вообще нет. Но появляется много-много на самом деле молодых брендов. Опять же, если мы смотрим на табачный рынок, вот вам, пожалуйста, эта искра. Бычный технолог Масхэва. Эту штуку сделал. Я вчера прокурил немножечко. Могу сказать, потому что яблочко хорошее, прям интересненькое. Киви можно было чуть дожать. Манго, к сожалению, не прошел тест. Остальное... Блин, ребят, не знаю, короче, как, когда, может быть, где-то когда-то попробую полную линейку в нормальных условиях. Удивил Фейм, который находится в этом же зале. Мы, если будем мимо проходить, я вам его подсниму. У Фейма прям было очень интересно. Это без табачка. И она безникотиновая. Но курица достаточно реально интересна. Мы нашли Константина. И это прекрасно. Только теперь его нужно догнать. Или успеть за ним, в принципе. Ты просто на похуях, да? Я понял. После вчерашнего действительно только на похуях и остается работать. Шумно? Пиздец. Как всегда, блядь. Хакаша удивляет тем, что, блядь, нормально здесь разговаривать не получается. То есть, тут надо прям орать друг на друга, чтобы хотя бы что-то услышать. Сейчас мы в Убербонда. Позавчера и не вчера здесь был Лев. Лев уже вроде бы как продал даже все чашки, которые у него были. У Убербонда примерно вот так. А вот это вот тот самый, на которого я засматривался достаточно. Очень-очень интересная штука. А сейчас мы будем продвигаться мимо стены на Чебаке. Самая большая забава в том, что у них здесь стоит альпакер. Я бы постарался туда зайти, но там пиздец, вы сами видите. Там очень-очень много людей. Короче, у Чебаки есть несколько новых ароматов. И они типа, ну, пока непонятны на самом деле. Потому что с выставки достаточно сложно судить, что, как курица. Здесь опять же она, смотрите. Опа! Тоже уже все попробовали, но, к сожалению, чербет остался чербетом. Никаких новых интересных историй там не было. Сейчас мы с вами пойдем в джинс-зал и поглядим кое-что там. На краудшесе тоже достаточно симпатичное. Здесь пухня-то треха, но он уже когда-то проебался. Поэтому я вам, глядя, его покажу. Здесь, собственно говоря, если выглядит примерно так. Но деда по-прежнему нет. Дед у нас потерялся. Дед, если ты это смотришь, тебе привет. А вот он у нас самый главный гость программы. Рассказывает за продукт. Хули ты сидишь? Чего ты, деда, ебать, суки, деда? Потому что так надо. Короче, два листа Бёрли, два листа Эрджини, технология варки. Делаемся в Волгограде на своем производстве. Продукт достаточно жиростойкий по сравнению с остальными на рынке. Крепость у нас тут 5,56, средняя линейка 7,62. Можешь попробовать в противоположной стране. Но я вчера, на самом деле, много чего успел попробовать. Арахис прям разъеб. Слушай, можно куда-нибудь такой, наверное, под себя? Попробовал вчера. Арахис разъеб. Манго пока непонятно. Там дальше у вас есть ром. Ром прям охуенный. Вот ром прям ебучий. Его прям надо брать. Остальное мы с ребятами вроде как поговорили. Боксик приедет. Прокурим уже все дома. В нормальных условиях. И уже будем смотреть. Вот. Куйнушкину привет и пока. Давай, мы будем. Удачи. А мы пошли дальше. Я бы с огромным удовольствием подошел бы на Берн, но там просто не протолкнуться. Здоров, блогер. Здоров. Это тот самый человек, который находится за камерой у трехи. Если вдруг кто-то не знал. Мои хореша. Вот Ваня. Из дома. Рассказывай, что представили. Мы представили, во-первых, Биэл. Мы представили в этом году дозочки для замеса. Вот можете видеть, это уже последние остались. Все уже раскупили. Новые щипчики с новым дизайном месте. Ты его вспомнишь. Мы отправляем теперь Рамштайн. Твой любимый, конечно же. Мы старые модели сейчас переделываем, перерабатываем. Мы подаем их аналог. То есть полностью с гравировкой. Резко это уже не трудно. Гравировка труба. Принял. Сейчас еще нам Ваня покажет кальяны по цветам. Конечно. Сейчас пойдемте поглядим. Пойдем туда посмотрим. Ну, как бы все помнят, нашу линейку цветов. 8 цветов кальянов. И также наши индивидуальные гравировочки. Вот мы сюда приносили. И наши демитришки это Lady Pink. Матрица, которая светится в ультрафиолетии. И презентовали на выставке кальян Lady in Black, который тоже светится в ультрафиолетии. Это чисто для дамбро. Что, как по продажам вообще? Ну, аксессуар качают после на утро. Сегодня кальяны начали расходиться с утра самого. То есть, сами можете видеть, курят, пробуют, забирают сумочек, не сумочек. Не зря приедут. Не зря, не зря. А в целом, как впечатление выставки? Ну, все понимают, какая сейчас ситуация в целом. Поэтому, относительно ситуации, довольно таки не плохо. Ну, в принципе, да. Вот, в общем, как-то так у ребят на стенде. И сейчас пойдем-ка, наверное, еще с Ваней. Уходим на смысл. Мы сейчас, наверное, дойдем до Мунов и закопаемся немножечко до них. Потому что это прям надо сделать. У ребят там очень-очень такая ламповая атмосферка, спокойненькая, тихенькая. Там сильно не орет музыка, что удивительно, блядь. Потому что на каждом стенде это не пока должное. Нужно, чтобы хуярило громче, чем у всех. Это не прикольно. Опять же, на прошлой выставке я вам говорил, что это не круто. На этой выставке история повторяется. Все так же, блядь, громко и непонятно наху я. Сейчас будем искать Мунов. Поход проебем. Три новых куста сплита. Здорово. Еще не пробовал даже, на самом деле. Еще даже не подходил. Сейчас мы все это дело попробуем и включимся обратно. А так, короче, ребятки. Интересный тропик. Хорошо курица. Прикольненько, классненько. Вот это прям сразу дайте два. Вот просто дайте два. Здесь немножко перегрето было. Не совсем понятно. Но я думаю, что дом обязательно прочекаю. Посмотрю, что это такое. И уже, собственно говоря, выдам вам мнение в видосике. Смотрите. Здесь, собственно говоря, вот вам Алим присутствует. Здесь, опять же, ну, ага, как вы думали. По-другому тут не бывает. Дальше у нас идем. Здесь у нас Муны. Линейка Вайт уже представлена. То есть, выглядят эти чашки примерно вот так. Симпатичненько, классненько. У меня, по-моему, только одна такая есть. Или нет? Нет, только у меня уже кто-то дернул. Слушайте, прикольненько, лампово, атмосферненько. Прям спокойненько, не сильно шумно. Опять же, у ребят еще есть вот такая вот аксессуарика. То есть, вилочки, шило такого формата. То есть, примерно как-то вот так все это дело выглядит. А вот, собственно говоря, и Женя. Собственно говоря, я Женя. Рассказывай. Ой, все хорошо. Чувствую себя неплохо. По продажам, я смотрю, тоже неплохо, да? Ну, а у кого брать, если он не у нас, объективно? Все-таки лучшие чашки, это не пустые слова. На самом деле, прошел много стендов по выставке. Очень много, кто работает сегодня на ОМУНах. Договаривались заранее или уже по факту раскидывались? Заранее приходили ставить на стенды. Вот так нужно делать чашки. Смотрите, скоро будет видео отчет по этой выставке с нашими чашками на стендах. Подписывайся на канал, ставь лайк и колокольчик. Смотрите, еще прикол ДЭС. Во-первых, биты в новой расцветке от Альфы. Примерно все это дело вот так вот будет выглядеть. Очень-очень-очень интересненько. Мне очень нравится дизайн. Идем дальше. Понятно, вандалы мы уже видели. Здесь у нас, смотрите, колодочка новая. Колодочка золотая. И еще одна колодочка цветная. Здесь у нас, собственно говоря, колпачок. Очень многофункциональный. Не знаю, рассказывай, что как. Привет, ну слушай, вот у нас новый ХМД-роллер. Так скажем, контроллер жара из алюминия. Более тонкий, легкий, быстрее прогревается. Но в целом все то же самое. Вот, также концепт аксессуара. Три в одном, так скажем. Плюс сетка. Колпак на клике. И плюс щипцы в виде ручки. То есть они также отсоединяются. Думаю, скоро времени появится это в продаже. Х-Вандал. Х-Вандал, да. Это, кстати, вот типа я вчера подошел, посмотрел. Несмотря на всю мою боль по Х. Я вам сейчас это покажу. Мне это очень нравится. Примерно вот так все это дело выглядит. Мне очень нравится вот по блюдцам тема. То, что они как покусанные выглядят. Это очень круто. Дизайн сделан интересно. Почему все-таки решили по Х-Вандал пойти? Потому что у нас Бит Вандал получил очень хорошее такое внимание и интерес к нему. И мы решили то, что почему у нас должен обходить вандализм, так называемый наш, обходить нашу культовую модель Х. И решили то, что нужно-то это сделать. Сделали все то же самое практически по золоту. То есть вся нержавейка нитрит титана, что дает золотой цвет, гравировочки, новая коробка. И на основании у нас выполнено тиснение. То есть это ни наклейка, ни краска, ни вставка. Это именно тиснение. Так, а новый кальян, про который ты говорил, бренд? Новый бренд Миша, но мы его еще пока не показали. И неизвестно пока. Я об этом слышал в первый день, что его должны были к вечеру приставить, но пока что его даже не показали. Напоминаю, снимаем мы в третий день. А когда примерно его можно будет увидеть? Не знаю. Понял, принял. Пока не скажу. Бит сплэш. Уже подходил к нему, уже поснимал, да. Можно еще также посмотреть новую аксессуарику нашу. Это новая базовая линейка щипцов. Добавились у нас пять видов щипцов. Это X-Tongs, которые вот четыре посередине идут, с разными дизайнами гравировки и шлифованные просто. И вандальные щипцы. И самое, наверное, одно из самых интересных, больше всего внимания у нас забирают на выставке на этой, это X-Reverse. Перевернутый X. Да, это полностью перевернутый X. Так скажем, небольшое переосмысление нашей модели. Постоянный. Вся нержавейка выполнена в черном цвете, не тридцатая она также. Ну и продувка осуществляется сверху. Прикольненько, прикольненько. В общем, как-то так. Вот такой вот стенд. Вы можете наблюдать, как и сейчас. Спасибо тебе, что подошел, рассказал. Буду рад снова вас видеть. А сейчас мы с вами пойдем к самому большому разъебу на этой выставке. По одной простой причине. Разъеб. Вы, наверное, уже видели в начале на монтажке. Стенд просто огромный. Он нереально огромный. То есть я, когда его видел на рендерах, я не думал, что он будет настолько большим. Ну и чтобы вы понимали, смотрите. Мой голос, скорее всего, слышно не будет дальше, потому что музыка сильно долбит. Ну, давайте поснимаем, посмотрим. Молодые дегриды львы. Здравствуйте. Как ваше ничего? Наша отлично. Ваня. Как тебе впечатление, Сэм? Отлично. Табак вообще отлично. Ништяк. Этот человек нас вчера кинул и не поехал с нами в бар. Ай-яй-яй. Этот человек вчера разводил всю компанию домой. Поэтому, возможно, сегодня мы с тобой все-таки нажрем. Отлично, спасибо. Я еще подойду. Побежал снимать. Обязательно. Здесь аккуратно съемочный процесс. Сцена, на которой я читал лекцию вчера. Я думаю, что она у нас выйдет еще на канале. Здесь у нас Шагин, молодой дегриды льв. Снимает. Сделает комплект. Здорово. Как тебе выставка? Понимаю. Живой? Я не шепотаю здесь. Что поставь, рассказ? Принял. Кирюха сегодня очень общительный. Мы побежали. Давай, Кирюх. Давай, давай, давай. Как тебе музыка? Да. Вы даже не представляете, какое будет интересное интервью. Хорошо. Давай, Кирюх. Короче, там все отключилось. Экшн-камера просто отказалась снимать дальше. Я попробую сейчас на телефон чуть-чуть нормальное подснять. Но, в общем, вот табачок выглядит примерно вот так. На сцене идет полный разрыв, ребят. Особенно вот рекомендую. Черная смородина. Подходим, пробуем сразу. Потому что это что? Разъебан. Абсолютно обалденный, крутой вкус. Попробуй ореховый капучино. О, кстати, я до него так и не добрался. Точнее, ребят, сейчас мы попробуем. Вот он, ореховый капучино. Я его еще даже не пробовал. Третий день уже все, блядь. Пора бы добраться под всего остального. Чаще не пробовали. Это прикольно. Это очень прикольно. Но все-таки смородинку надо обязательно пробовать. Никогда в здравом уме не забивайте целую чашку холодка. Это уничтожит ваше горло. Аккуратно, ребят. Блюда не сильно кислая. Просто узнаваемая хорошая ягода. Если мы идем по остальным новинкам. Так, так, так. Сейчас мы найдем виноград. В винограде неплохо. Просто прикольно из Абелла. Вот как-то так. И еще один вкус новый. Ага, понял. По новиночкам, новиночкам, новиночкам. Бегим, 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 бегим. И здесь еще у нас есть. Вот такая красота. Без экспонатов. Вчера я попробовал. Пока что ничего не понятно. Именно по этому вкусу. Думаю, что уже когда дома прокурим. Будет поинтереснее, повеселее. Сейчас мы доебемся до Витька. Витек, еще раз. В этот раз уже на ютубчик. Рассказывай, как тебе на баре бита? Ничего, все хорошо. Все очень круто. Много народу, много позитива, много контактов. И очень все круто. Мне нравится. Хочу раз. Декуя всего представлены на ВКС. Новая томатика. Везде все люди пробуют. Все курят, все круто. Все радуются. Это самое главное. Ништяк. Легче, чем в прошлом году? Или потяжелее будет? Я думаю, что потяжелее. Потому что много центов побольше. И позиция побольше представлена. Поэтому на них мы представляем. И все очень круто. Ништяк, братик. Давай, хорош тебе работа. И Сережка тоже ходит. Еблует до сих пор. В принципе, все понятно. А ну-ка, что это у нас там молодой человек? Понятно. Контент 18+, уверены? Конечно. Это обязательно надо. Вот примерно вот так вот выглядит все, что представлено на стенде. Очень жаль то, что 18+, не в полном объеме. Было бы поинтереснее. Как тебе вообще на стенде? Обалденно. Сочно, вкусно. Сочно, вкусно, громко. Понятненько. Спасибо тебе. Зона лимонадов. Я вам ее показывал. Ребята здесь просто зашиваются. Времени нету практически абсолютно ни на что. Примерно вот так все это дело выглядит. Как у вас тут настроение-то? Нюштак. А можно вот грейпфуд с малиной попробовать? Я его еще даже не опробовал. На самом деле, типа, мохито это разрыв. В фруктовой драже просто сладкий скитл. Ни хрена не будет слышно, но я попытаюсь. Спасибо. Это круто. И сейчас мы с этим стаканчиком побежим дальше снимать все остальное. Давайте узнаем. Вот примерно, кстати, вот так еще выглядит внутри джента все. Табачок новый, на самом деле, достаточно неплохой. Много чего еще не успел попробовать. Помню то, что яблочко неплохое. Что-то еще было со специями. Очень-очень мощное. У ребят красиво, светло, прикольненько. Очень-очень даже хорошо. Ароматикого табака весьма неплохая, я вам скажу. Очень даже хорошо. У нашего тоже большой стенд со сценой, откуда очень-очень шумно, громко, непонятно. Но табачок хороший. Я вам уже говорил, что наш достаточно неплохой. Из новинок, не знаю, либо не увидел, либо не представили ничего. Не знаю. Вот у ребят сцены и очень громко. У меня вчера болела башка дико. У меня срань очень сильно шумела. Ребята из нас, пожалуйста, не делайте так больше. Пожалуйста. Как тебе выставка? Супер. Я первый раз на таких мероприятиях, но в целом довольно прикольно. Можно просто ходить и курить, и нахрен еще не надо. Кстати, вот у Бончи представили Рэдди. Сам Бончи понятно, мы уже по нему все давно-давно обсудили. Бончи хороший продукт. По Рэдди могу сказать так. Интересно, но почему-то мне не нравится у них основа. Не знаю почему. По-моему, вкус есть номер 10, который с сыром и с чем-то там еще. И вот это прям пушечка. И это прям очень хорошо. А, и вот этот вот вкус тоже очень даже неплох. Можно пробовать. Плюс 10 с сыром и с прочим-прочим. Ребята даже не в костюмах на выставке, что очень странно. Непривычно их видеть в такой форме. В основном курица на стенде Миксы. Ребят, приставили томат и привезли под него газешку. Очень даже неплохо. Тоже можно было зайти. А вот у Жени. На него тоже можно немножко доебаться. Как тебе выставка? Охуенно. Все, спасибо за комментарий. Я пошел. Я чуть не забыл показать вам сокровища сегодняшней выставки. На самом деле, типа, я очень редко обращаю внимание на какие-то сигарные бленды, на что-то очень-очень крепкое. Но, не тот случай, кстати. Догма. Мы сейчас до нее дойдем, пообщаемся с ребятами. Они нам все расскажут, все покажут. Попробовал у них вчера Пушкин, М150, Лапроек, бальзамчик. Очень даже неплохо. Из новиночек у ребят представлено прям, ну, нормально, я бы сказал. Очень даже нормально. У палитры тоже новый вкус. Он вот здесь у нас находится. Вот так вот он называется. Очень даже неплохо. Что можешь ты сказать про него? Очень готовый, мы все хорошо. А что в состав входит, напомни, пожалуйста? Фиалка и арбуз. Нашел фиалку там, арбуз. Слабоватенько, но можно чуть-чуть совсем так. А, кстати, вот этот молодой тигрин рев Петер Альфу берет. Хорошие баллы. Это не я, дед. Это он, это он. Это не я. Тебя лишили полы, и вот человек этого вышел. Так, теперь. Мы здесь, наверное, уже не протолкнемся, в принципе, потому что народу очень много. Вон там у нас каро. Даже вот так бывает. Вот блогеры, ребятки, на стендах. А вы думаете? Вот так все это работает. Сейчас мы попробуем подойти. Вот это не совсем понял. Но, честно, по вкусу похоже. Похоже. Сейчас на кого-нибудь. Кого-нибудь. Не вижу никого. Возможно, кого-нибудь увижу из ребят, кто может, надо пообщаться. Сейчас найдемся, да. Сейчас ребята заняты. Включимся, включимся. У ребят появилась новая фасовка. По 290 рублей она будет. 25 грамм. Баночка выглядит вот так. Господи, какая прелесть. Какая прелесть. Открыл я его для себя достаточно недавно. Начал с плова. И это пушка. Это пушка, ребят. Спасибо вам за такой продукт. Хорошей вам выставки. Плазма. Внезапно и неожиданно. Паста может быть реально вкусной. Поясняю. Вчера подходил. И даже пару дней хорошенько полазил тут у ребят. Блин, уже немножко в другом порядке все стоит. Но смотрите. Двойная груша. Разву как двойному яблоко. Очень даже неплохо. Перец очень хорош. Холодок не сильно жесткий, но тоже неплохой. Вот это пробовать обязательно. Это разъем. Дальше, дальше, дальше смотрим, что я еще пробовал. Где-то было еще клубничное мороженое. Возможно, а нет, нет, нет. Вот оно. Интересненько, но можно было бы немножечко докрутить. И вот это очень-очень даже неплохой тропик. Рассказывай. Привет. Короче, это плазма. Штука абсолютно новая. Прошу прощения. Нечего. Штука абсолютно новая. Мы уже на постоянной основе продвигаем рынок. В чем концепция? Мы сменили формат курения, мы убрали табак, мы взяли органическую основу, органическая клетчатка. Что это? Это переработанное яблоко, переработанное апельсин. Вот. И на его основу мы кладем глицерин, пропелленный глиполь и европейские ароматизаторы. Именно поэтому у нас получается попадать во вкусы, которые как соло, моно вкус. Это яркий грейпфрут, это яркий гранат, которых нет на рынке ни у кого. По нашим комментариям, которые мы собирались в третий год. Слушай, ну я работал со SpaceX когда-то по партнерской программе, и могу честно сказать, у вас по-аромке поинтереснее будет на самом деле. Это приятно слышать. Вот, спасибо, что ответил. Хорошего вам выставки. Внезапно на просторах выставки, где-то в конце зала обнаружился вот такой продукт, и он достаточно интересненький. Рассказывай, откуда родом, что по крепости. Да, Бычок, Бычок первый, Бычок первый, Бычок, называется плавида, и молодая компания, там всего полгода. Сегодня, грубо говоря, третий день, где-то мы вышли в Большую, Россию. Мы по-средним, верим, забачь, что это в Бёрли, Вензуине, в России 7,5,30, здесь есть итальянский. В данный момент у нас представлены 12 ровок, также есть 13 шок и чикен карри. В принципе, все понятно, жареный вкус, какие из остатков в карри. Обязательно попробуй, слушай. Ну вот могу обратить внимание на то, что красное яблоко, я его очень давно искал на рынке, и вот, походу, я его нашел. Спасибо вам, ребят, за то, что приехали, за крутой продукт, круто, спасибо. Итак, геометрия, маленькая модельчика, тех, на которые вы спрашивали достаточно долго, вот, ребят, чашки сделали, у ребят здесь есть колодочка. Слушайте, выглядит достаточно симпатичненько. Я Родина, правда, не вижу, а нет, вот вижу Родина, но там очень сильно занято, не сможем сейчас, к сожалению, подойти. Ну, у ребят симпатично, очень симпатично, очень крутой стенд, будем желать ребяткам удачи, чтобы они развивались дальше. Блин, ребят, я его впервые увидел вживую. Кстати, напомню, что ребята из геометрии были первыми, которые прислали мне один из самых дорогих экольянов на тот момент. Но вот это, это просто петарда. Плюс я здесь смотрю, еще что-то новенькое есть, Жень. Это у нас бюджетная премиалка. Бюджетная премиалка выглядит вот так. Слушайте, блин, достаточно симпатично. Это прям очень хорошо. Со многими моментами, я посмотрел, много кальянов, кто выпустил бюджетку, но, по-моему, мало у кого они так выглядят. Бюджет, это же не просто палка должна стоять. Я думаю, как-то он должен вписываться. Это прям очень круто. А вот здесь еще вот такие вот бигбро моделечки. Слушайте, пушка. Мое почтение. В этом году нет Антона, поэтому мы сейчас докопаемся до Миши. Рассказывай, как тебе выставка. Прикольно. Не знаю насчет то, что все хотят элементы огонь. Мне понравился. Очень понравился ананас. Папай, очень понравился. Маргарита очень прикольная. Беза роботы тоже крутая там была. Что еще можешь отметить? Пробую сейчас банчей. Плов зашел. Бог не пробовал, плов зашел. Но изначально вчера, когда пробовал, получается, плова от силы совсем не чувствовалось. Как будто не для меня плов. Сейчас вот как буду пробовать, получается. Поэтому сейчас на банчей, поэтому новая линейка. Ништяк, ништяк. Спасибо тебе, Мир, за комментарии. Хороший тебе выставок. У Сибера еще представлена новая линейка. К сожалению, здесь, наверное, не протолкнуться. Слушайте, попробовали? Ну, типа, это интересненько. Не сказать, что прям дикий разъек. Ну, вот как найдем, обязательно будем пробовать. Сейчас мы еще подойдем на маркет. И немножко докопаемся до нашего замечательного пушистого друга. Ну что, рассказывай, как тебе выставка? Весело. Весело. Глазки уставшие уже прям. Рассказывай. Что тебе рассказать? Ну, у Сибера новая крепкая линейка. Если интересного, еще можно сходить на джинс. Вы видите, здесь еще не пробовала. Да. Если по линейке плэ, то самая офигенная, которая мне была оценена, это Сибера. Это Чиркласси с мантовой йогуртой. Это прям самая сибачка. Понял, принял. Слушай, спасибо тебе, что подошла и делала свой комментарий. Рад был очень тебя видеть. И вот, вот так прошла выставка. Моей ошибкой критической было то, что я побежал снимать в третий день. Все были уже достаточно уставшими. Уже мало кто хотел общаться. Очень сильно хотел поговорить, поснимать с ребятами из Догмы. Но, увы, не получилось. Не фортануло. Крутым было то, что я с лекцией выступал на стенде Бруско. На который почти нахер никто не пришел. Потому что, ну, я все прекрасно понимаю, что это не величина, не лекторий, не этот зал, не главная сцена. Но, типа, ничего страшного. Мне было по-своему приятно то, что пришли, пускай там 10-15 человек, которые на меня подписаны. Посмотрели, послушали, подошли. Мы пообщались после этого всего. Даже вот особенно, я не знаю, почему мне запомнился этот подарочек. Это весюлечка с ягодками. Она у меня здесь на одном штуке на одном висит теперь. Вот не знаю, почему, но вот этот моментик мне прям запомнился. Спасибо большое еще раз за подарочек. Выставка, блин, в этот раз был больше не ажиотаж побежать по стендам, как оголтелый, и попробовать все. Нет. В этот раз больше был интерес в общении. В общении с вами. И те, кто ко мне подходил, те, кто со мной общался, если вы есть тут сейчас на ютубе, вы можете написать комменты, свои впечатления положительные, отрицательные. Какие у вас вообще сложились от выставки, от общения в целом, и что вам эта выставка вообще в целом дала. Я надеюсь, что в следующем году все-таки у нас немножко разделится выставка, ну вы понимаете, да, кальянов от электронного всякого движа. Потому что в прошлом году, вот я работал на стенде, я практически не мог с него убежать. Я убежал с него там на короткое время быстро что-то поснимать, быстро где-то подкуриться. Все, в общем, происходило в формате очень быстрого движения. И вот от прошлой выставки я почему-то получил гораздо больше позитивных эмоций от стендов, от производителей, от новинок, чем в этот раз. В этот раз представлено чего-то хорошего было очень мало. Из всего того, что помимо, опять же, табачка от бруска, который меня смог удивить, я бы рекомендовал вам вот типа из всего того, что я прям сильно запомнил, вот прям сильно запомнил. Это новая гастрономическая линейка спектрума, догма. Ну и так поперечислять, наверное, там уже дальше кальяны идут. Но бежать оголтело покупать себе кальяны, я думаю, не каждый будет. Поэтому если у вас есть интерес к табачкам, то можете присмотреться. Ну и еще типа фейм без табачка была интересная, но типа черт его знает, я быстро достаточно все это дело попробовал, там было что-то прикольное, но вот так. Короче, ребят, не знаю, как-то типа смешанные чувства. И хорошо было, и не очень. Просто вот типа хочется, чтобы хэкэша был именно хука, клаб, шоу, кальяны, вот это вот выступление, все дела. Понятное дело, что свистки это часть рынка, но не нашего рынка. Не нашего. Не буду, короче, дальше душнить, разгонять эту тоску. Спасибо всем, кто подошел, сфоткался просто, даже если с кем-то поздоровались, пообщались. Был рад вас всех видеть, ребят, безумно. Только ради этого хочется на следующую выставку, вот прям реально только ради этого хочется приехать еще раз. Всем нашим партнерам спасибо за то, что мы вот такие вот все здесь классные сидим, снимаем. Вот, бруско спасибо, что привезли. Огромнейший респект. Ссылочки у нас есть на все, на все, на все соцсети, телеграм-чаты, каналы и так далее. Все есть в описании. Переходим, смотрим, знакомимся, если что-то нравится, залетаем, не стесняемся. Со всеми пообщаемся, всем ответим. Вот, а я побежал монтировать. Ну и удачи вам, пока. И, как всегда, по нашей старой, доброй, сложившейся мы с тобой увидимся где? Правильно, в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok